Всем привет! Это очень длинный, одновременно очень полезный обучающий урок по теме использования Инстаграма с компьютера или ноутбука. Посмотри это видео до конца и ты узнаешь все подробности. В принципе, более-менее комфортно использовать Инстаграм с компьютера можно, но не на все 100%. Более подробно о том, какими функциями можно пользоваться с компьютера, а какими нет, ты узнаешь из этого видео. Переключаемся на мой компьютер и начинаем. Итак, прежде чем пользоваться Инстаграмом с компьютера, нам нужно в этой социальной сети, естественно, зарегистрироваться. С компьютера это делается так же просто, как и с телефона. В своем браузере переходим по адресу instagram.com. Здесь для регистрации нужно вбить свой адрес почты или номер мобильника, свое имя и фамилия, придумать себе логин. Его, кстати, в дальнейшем можно будет поменять. И последний пункт, придумать себе пароль. Когда все это будет заполнено, нажимаем кнопку регистрация. Все, мы в Инстаграме зарегистрированы уже. С браузера можем сидеть на своей страничке и пользоваться некоторыми функциями. Например, мы можем на кого-то подписаться. Вводим строку поиска логин Carcer2. И находим вот эту вот замечательную страничку. Здесь постоянно постятся различные красивые фотографии. Если кто сразу не понял, это мой Инстаграм. И в знак благодарности, что я вам помогаю, можете на меня подписаться. Спасибо. Теперь расскажу более подробно о том, как пользоваться Инстаграмом с компьютера. В том числе переписываться с друзьями в Директе. Добавлять свои фотографии, истории и даже совершать видеозвонки. С браузера тут функционал ограничен. Мы можем просматривать свой профиль. Можем проверять, кто лайкает и комментит наше фото. Можем смотреть профили других людей, на которых мы подписаны или не подписаны. И в принципе на этом все. Можем еще перейти в разделы «Редактировать профиль». И внести здесь какие-то изменения. Как я уже ранее вам говорил, в настройках можно поменять свой логин. Ну и тут различные другие данные тоже можно вбить. Но в первую очередь для тех, кто только зарегистрировался в Инстаграм, я вам советую сменить фото профиля. С компьютера это сделать легко, как из телефона. Все, фото для профиля у меня добавлено. И осталось применить изменения. Ага, данные сохранились автоматически здесь. Ну хорошо. Чтобы с компьютера через браузер получить возможность добавлять в свою ленту другие фотографии, нам нужно кое-что поменять. Нам нужно сделать вид, как будто мы сидим в Инстаграме с телефона или планшета. Для этого в свободном месте своего экрана нажмите правой кнопкой мыши и перейдите в раздел «Просмотреть код». Поднимаем сейчас курсор мыши вверх и находим иконку планшета с телефоном. Клацаем ее и наш Инстаграм, смотрите, становится мобильным. Он уже похож на тот, который в телефоне. Но сразу же здесь у нас есть одна проблемка. У меня внизу нет никаких кнопок. Там должны быть кнопки добавления фото, кнопка для перехода в ленту подписок и так далее. Что делать в таком случае? А ответ прост. Я буквально только что при вас создал аккаунт. Но я его еще не активировал, поэтому возможность добавлять фото у меня заблокирована. Поэтому после регистрации сразу же нужно активировать свой аккаунт. Все легко и просто. Открываем свою почту, которую использовали для регистрации, при регистрации, и находим свежее письмо от Инстаграма. Внутри жмем кнопку «Подтвердить свой email адрес». «Confirm your email address». «Спасибо, ваш адрес электронной почты успешно подтвержден». Вот теперь порядок. Теперь можем вернуться в свой Инстаграм, обновить страничку. И смотрите, все кнопки теперь появились. Можем перейти на первую вкладку и полистать свою ленту. Вторая вкладка – это поиск друзей по логину. Сердечко – это активность под нашими фото. И человечек – это наш профиль. Тут пока нет наших фото, но сейчас мы это с вами исправим. Жмем вот эту вот кнопку посередине и выбираем на компьютере какую-нибудь фотографию, которую хотим добавить в свой профиль, в свой аккаунт. Здесь, кстати, также можно использовать вот этот вот инструмент, чтобы сделать фото в квадрате или как в оригинале оно есть. Также можно фото покрутить, можно его подвигать. Все, жмем «Далее». Как из телефона, можно добавить геоданные или отмечать людей. Также здесь есть форма для описания фотографий. Можно здесь ввести какие-то теги, ключевые слова и так далее. Жмем «Поделиться» и через пару секунд наше фото уже в профиле. Вот она, наша первая добавленная фотка с компьютера. Если мы глянем с телефона, то убедимся, что наш аккаунт на 100% соответствует тем, которые ведутся с телефона. Фото добавлено, фото добавлено правильно и с телефона оно отображается тоже правильно. Возвращаемся к компьютеру и все бы ничего, но на компьютере, к сожалению, с браузера нельзя переписываться в директ. Вот в правом верхнем углу, если мы посмотрим, где должна быть иконка для директа, есть только человечек с плюсиком, но это не то. А слева, слева только фотик, нажатие по которому фото добавит в историю. Кстати, давайте это проверим. Выбираем какую-то фотку и пробуем ее залить в историю. Да, история добавляется. Теперь давайте посмотрим, как она смотрится с телефона. Все нормально работает. Точно так же, я думаю, можно добавлять и коротенькие видео. Можете это проверить и отписаться в комментариях, работает или нет. Итак, вернемся к директу. Как же с компьютера в инстаграме переписываться? Ну, ребят, это на самом деле делается легко и просто с программкой IGDM. Именно так она называется и сайт IGDM.me. Ссылку я оставлю под видео. Там можете скачать. Есть версия для винды, macOS и Linux. Скачивайте для своей системы и устанавливайте на свой компьютер. У меня эта программа уже установлена. Я ее запускаю и здесь нужно ввести логин и пароль от своего аккаунта. Вводим и жмем вход в инстаграм. Вот и все. Это наш директ. Теперь мы можем переписываться со своими друзьями. Вот слева у нас отображаются друзья, с которыми начали беседа. А справа сам диалог. У меня здесь на самом деле сейчас пусто, как вы видите. Но все это потому, что я пока что ни с кем еще не подружился. В строку поиска вводим логин человечка, которому мы хотим поприставать. Находим его и пишем «Привет». Сейчас я переключаюсь на телефон, на свой основной аккаунт и чекаю директ. Есть. Есть один запрос на переписку от незнакомого человека. Разрешаем отправку. И тут же давайте что-нибудь ему ответим. Смотрим, придет ли сообщение на компьютер. В диалогах оно пока что не отобразилось. Но вот смотрите, есть уведомление, что что-то пришло. Обновляем диалоги клацнув сюда. И да, есть сообщение. Вот вам и директ с компьютера. С помощью простой программы можно общаться в инстаграме, не имея даже телефона. Пообщался получается сам с собой. Ну да ладно. Сейчас я попробую зайти в свой основной аккаунт и показать, как отображаются диалоги, когда их много. Примерно вот так. Чтобы выйти из своего аккаунта, нужно навести курсор мыши на свое фото и нажать «Log out». Вот и все. Как переписываться в инстаграме с компьютера, тоже разобрались. Это был очень важный шаг. И как видите, это делается очень просто. Всего, что мы ранее разобрали, в принципе, хватит, чтобы успешно сидеть в инстаграме с компьютера. Но если вы хотите чего-то большего, хотите, чтобы инстаграм выглядел на компьютере, как на телефоне, и все функции были в точности, как на телефоне, то продолжайте смотреть это видео. Сейчас расскажу. Для реализации следующего плана нам понадобится программка «Блюстаг». На экранах вы видите официальный сайт этой программы. Отсюда вам нужно ее скачать и потом установить. Для тех, кто знаком с эмуляторами, тот знает, что это за программка. Ну, а для тех, кто впервые слышит, кратко рассказываю. «Блюстаг» — это эмулятор андроида. То есть мы устанавливаем на свой компьютер андроид, точнее его эмулятор. У нас будет настоящий Google Play, с которого мы скачаем инстаграм и будем использовать его точно так же, как с телефона. Кстати, мне сразу стоит вас предупредить, что этот эмулятор довольно-таки требовательен к ресурсам компьютера и на слабых компьютерах может плохо работать. Первым делом после установки движка нам нужно выполнить вход в Google аккаунт, вводим логин и пароль, ну и заходим внутрь. Если аккаунта в Google у вас нет, в чем я сильно, конечно, сомневаюсь, но если нет, то в Google нужно зарегистрироваться. Клацаем по иконке Google Play Store и через поиск находим Instagram. Отлично, Instagram найден, вот только есть одна проблемка. Он не поддерживается на моем устройстве. Почему так происходит, я не знаю. Возможно, нужно эмулятор как-то настроить, а может мой комп слишком мощный для этого Инстаграма. Ну или это просто у Инстаграма какая-то защита, они видят, что человек сидит не с настоящего телефона, а с эмулятора и не дает таким юзерам устанавливать программу. Но, как правило, для нас, для русских людей это вообще не проблема. Мы просто открываем любой браузер, скачиваем APK файл с последней версией Инстаграма и устанавливаем его вручную. Если у вас тоже Инстаграм не будет устанавливаться с Play Market, то вы знаете, что делать. В папке запускаете браузер, в строку поиска вбиваете запрос Instagram APK файл. И на каком-нибудь сайте, например, на софт-портале скачиваете с их сервера последнюю доступную версию. Когда файл будет скачен, вверху делаем двойной клик, у нас открываются все закачки. Вот он, Инстаграм. Запускаем этот установочный файл и устанавливаем на свой типа Android смартфон. Жмем установить и потом готово. На главном экране появилась иконка инсты, отсюда его и запускаем. Я не знаю, что это за предупреждение. Я просто нажимаю все равно продолжить и надеюсь, что все будет работать. И да, действительно все работает. Выполняем вход в точности, как это делается на телефоне. И видим, что этот Инстаграм реально в точности, как на телефоне. Тут есть все вкладки, тут есть все, что нам нужно. Здесь можно смотреть истории, как на мобильнике. Тут, конечно же, есть директ, в котором мы можем поболтать с друзьями, отправить им фотографию или даже сердечко. Короче, полный фарш. Здесь даже можно звонить. Я сначала клацнул на эту кнопку и подумал, что, наверное, можно будет видео отправить. А это оказался видеозвонок. Я с Инстаграма на компьютере позвонил в свой основной Инстаграм на телефоне. Вот я сейчас ответил на звонок и, честно говоря, просто чуть ли не угорел от смеха. Ладно, хватит баловаться. Чтобы звонить с компьютера, нужно подключить веб-камеру, иначе собеседник нас не увидит. Ребята, я вам столько всего показал. Я реально неплохо потрудился. И если вы еще не подписались на мой Инстаграм, то в знак благодарности, я думаю, пора это сделать. Мой логин Carcer2. Это видео сильно затянулось. Я выдал вам много интересной и полезной информации, но это еще не конец. Дальше я покажу вам еще один способ, как сидеть с компьютера в Инстаграме. Но это только для пользователей Windows 10. Показываю еще один способ, как в Windows 10 можно сидеть в Инстаграме. Этот способ подходит только для Windows 10. Для этого мы будем использовать магазин приложений Microsoft Store. Если кто вдруг забыл, да, в Windows есть такой магазин. Открываем поиск, нажав на лупу или через комбинацию клавиш Win plus Q. В строку поиска вбиваем Microsoft Store и запускаем найденный магазин. Находим здесь Инстаграм. У меня он уже установлен. И запускаем его. Опять же, используем для входа свой логин и пароль. И пользуемся. По сути, тут же та же мобильная версия. Тут также имеются все вкладки, истории, директ и прочее. С этим, в принципе, разобрались. Ладно, не буду затягивать и без того затянутое видео. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, видео было интересным и, все самое главное, полезным. Поверьте, я вложил в него очень много сил и времени. Все полезные ссылки будут под этим видео. Переходите и регистрируйтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok